В эфире телеканал ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Для СВО и не только. Дагестанский завод презентовал квадрокоптер собственного производства. Буйнакский сад – красивый самый. В первой столице Дагестана прошла торжественная церемония открытия объекта после реконструкции. Помочь и поддержать в трудную минуту. В Махачкале начинает свою работу женский центр «Марьям». Подробности в выпуске. Кизлярский завод Кэмс выпустил первый квадрокоптер, предназначенный как для военных целей, так и для нужд сельского хозяйства. Сегодня изделие презентовали главе республиканского правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову. По словам разработчиков, устройство может работать днем и ночью в любых метеоусловиях. Радиус доставки – 15 километров. Руководство главного управления МЧС России по Дагестану наградило Виталия Ивлева, который спас ребенка и женщину во время недавнего пожара. Сотрудники ведомства отметили мужество и самоотверженность Виталия. «Не задумываясь о своей жизни, поднялся в окно третьего этажа, спас сначала ребенка, потом ее маму. Мы его, правда, долго искали, но потом нашли. Он такой сам по себе спокойный. Мы сами видели при его общении, тихий такой. Родился у нас здесь в республике. По примеру данного человека, я надеюсь, это будет примером нашей молодежи, которая, рискуя своей жизнью, проявляет свой гражданский долг. Сегодня мы его наградили, вручили благодарственное письмо от руководства главного управления МЧС Дагестана, высказали слова благодарности за его гражданскую позицию, который проявил мужество, потом спокойно спас и ушел». Напомним, что 26 января в Махачкале по улице Лаптиева в нескольких многоквартирных домах одновременно произошли пожары по причине высокого давления газа. Долгожданное событие для первой столицы Дагестана. В Буйнакске в торжественной обстановке состоялось открытие городского сада после капитальной реконструкции. Подробности мероприятия расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Официальное открытие полностью преобразившегося городского сада по улице Ленина – важное и значимое событие для Буйнакска. Наряду с руководством города в праздничном мероприятии приняли участие представители правительства Дагестана, народного собрания, гости из других городов и районов республики. Надеемся, что обновленный парк станет излюбленным местом для наших горожан. Все сделано так, чтобы каждый отдыхающий мог найти себе занятие по душе. Для любителей здорового образа жизни – воркаут-площадка, столы для настольного тенниса. Не остались без внимания и маленькие горожане. Детская зона точно не будет пустовать. В парке также построен амфитеатр, состоящий из трех рядов посадочных мест. Подобные преобразования, я уверен, идут только на пользу развитию города либо какого-то сельского поселения. В любом случае, я уверен, что такое же количество людей, как сегодня, здесь будут по выходным. Для жителей первой столицы Дагестана этот сад всегда был особенным местом, хранящим в себе воспоминания. С годами парк растерял свой облик и требовал реконструкции. Провести ремонтные работы стало возможным благодаря победе на пятом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города». Труднее одного дня нарисовать, написать. Это одна сторона, но надо это защищать. Сегодня и школы строятся, и больницы строятся, и дороги строятся. Но вот такая среда, социальная, общественная среда, где люди могли бы ходить, гулять, общаться, она нужна. Проведение капитального ремонта в городском саду было одной из главных целей и задач руководства Буйнакска, по словам главы города Исламудина Нургудаева. Преобразование стало возможным благодаря слаженной работе команды администрации и поддержке республиканского руководства. Мы собрали хорошую команду молодых ребят и начали работать по госпрограммам, по конкурсам, потому что мы знали, что в развитии просто жить, как раньше жили. Мы уже этого не могли, надо было делать какие-то большие шаги. И мы участвовали во всех конкурсах, готовили документы, подавали документы. Вот сегодня мы будем пользоваться, и наши дети будут пользоваться этим благом. Но мы на этом ни в коем случае не собираемся останавливаться. Глава города также отметил, что данный сад никогда не имел своего названия, и открывая его, в 2023 году, объявленного в России годом Расула Гамзатова, в честь 100-летнего юбилея поэта, в муниципалитете пришли к решению назвать сад именем Расула Гамзатова. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Буйнакск. Учебный центр по основам ислама открыли в селе Карагас Ногайского района. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в местном банкетном зале. В нем приняли участие сотни людей из разных сел муниципалитета. Среди почетных гостей присутствовал и заместитель муфтия Дагестана Ахмат Магомедов. Учебный центр при мечети для удобства прихожан удалось открыть благодаря местным жителям и имаму села. Там три раза в неделю мужчины и женщины будут получать знания о канонах религии и благонравии. Всех, кто принял какое-то участие в открытии и постройке этого центра, хотелось бы поблагодарить. Пусть и Всевышний Аллах воздаст всем благом и поздравить жителей этого села, чтобы они и пожелать жителям этого села, чтобы они вот этот центр учебный наполняли, посещали, приобретали знания и исследовали согласно этим знаниям. В рамках торжественного мероприятия по случаю открытия учебного центра перед присутствующими звучали строки из священного Корана, Нашида, а также проповеди ученых. А кульминацией вечера стал розыгрыш среди участников путевки на Малый Хабш-Умра. И в продолжение темы еще об одном центре. Женский духовный центр «Марьям» откроет свои двери 8 февраля в Махачкале. Активисты практически со всех городов и районов республики продолжают оказывать помощь в организации ее работы. Инициаторы запустили марафон добра по сбору средств для нужд центра. К примеру, только Гиргебельский район пожертвовал 500 тысяч рублей. Мы, женщины Гиргебельского района, приняли эстапету от женщин с Хунзахского района. И мы хотим передать нашу маленькую лепту в духовный центр «Марьям». Щедрость не знает границ. Хотим выразить благодарность нашим прекрасным сестрам за то, что приняли участие и внесли свой вклад в строительство духовного женского центра «Марьям». Пусть и Вышний примет и воздаст в обоих мирах. Аминь. Отметим, что духовный центр «Марьям» призван стать организацией для поддержки женщин, которые оказались по различным причинам в трудной жизненной ситуации. Здесь им будут оказывать помощь юристы, теологи, психологи и другие специалисты. Инициатором проекта выступил Муфтият Дагестана. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин